привет друзья посмотрите как у нас красиво расцвела сиренчу ремуха в садочке супер правда я гуляю в очередной раз с вами прекрасная погода хочу показать сколько цветов нас расцвело сегодня не сегодня в нашем апреле месяце даже очень рано расцвели цветы но не хотите слушать о цветах друзья хотите о моих скелетах шкафу хорошо расскажу еще один очередной скелет в шкафу я помирилась с мартиным мартин в конце концов мне позвонил друзья это меня конечно очень обрадовала и вы знаете он позвонил еще 6 апреля я все пыталась вам об этом сказать и была очень возбуждена по этому поводу вы знаете прям у меня было приготовлено для вас большой рассказ секундочку знаете проблему глаз болит все время как слезы текут отвлекаюсь большой рассказ по этому поводу подготовила для вас вы знаете даже рассказала вам про секс после 60 не поверите друзья но и что вы думаете это мое видео я там не ругалась я там не вела себя вполне неприлично но это видео заблокировал youtube вернее как он он его не заблокировал он заблокировал просмотр рекламы на этом моем видео написал что ваше такое видео не подходит большинству рекламодателей ну знаете а для меня это конечно играет роль потому что я-то в основном снимаю видео для монетизации поэтому но не подходит значит извините тогда я его и не выложила вам вот про секс после 60 как рассказывать теперь ума не приложу а хочется вы знаете потому что опять то что я рассказываю когда мне мартин позвонил как я в общем то и предполагала ой не знаю слышно вам нет моя петличка микрофона но ветер вот прямо так учат ее поставлю к лицу вот и как я предполагала только через месяц он позвонил все-таки выдержал он этот месяц ну и позвонил и конечно вы знаете уже ни о каких выяснениях тут столько времени прошло зачем эти выяснения кому они нужны а потом судя по всему мы так наскучались друг за другом что даже не он не я ничего больше не спросили он позвонил сказал что я приду а я сказала конечно приходи я тебя жду давно и он примчался и бурный секс и в общем встреча непередаваемая все-таки вы знаете друзья вот нужны такие наверное вещи которые будоражат кровь не всегда но иногда нужны вот и как вам сказать я была такая вся в этом опять в любви вот стою там против березки чтобы вам увидеть вот только-только листики у нас тоже пробивается видите весна приходит также постепенно как и везде наверное так вот я была настолько рада и он тоже что мы в общем наверное дня три подряд такого не было даже дня три подряд прям приезжал ко мне каждый вечера после работы и вот опять у меня ночевал этот секс хочу сказать друзья тем кто сомневается опять но есть есть секс после 60 есть еще какой вот опять понимаете что я сама не ожидала но тут дело такое что надо партнера конечно хорошего найти потому что все зависит от того как вы совпадаете вы должны не только физически но и духовно совпадать так как мне этот мужчина очень нравится но у него у меня свои тараканы в голове как вы понимаете вы знаете и у него свои тараканы в голове поэтому называется мы нашли друг друга да вот нам вместе хорошо скажем вот то что он сказал мне что он жениться не собирается да я вы знаете сказать вам по правде откровенно я тоже не собираюсь замуж выходить я хочу найти человека который был бы рядом и с которым мне бы было интересно и в общем а там кто его знает как вот как говорится сегодня нам вместе хорошо а завтра мы посмотрим и подумаем что будет дальше будем дальше придет завтра будем решать завтра поэтому теперь уже он не боится он-то все боялся все время мне говорил что вот наверное все таки я прям не знаю что мне делать я боюсь свое время тратить потому что на может быть ты хочешь каких-то более серьезных отношений а я не настроен на серьезные отношения опять вот он рассказал мне такую историю вот я видите туда-сюда со своими рассказами виляю потому что мысль моя она от меня иногда ускользает надо сценарий писать вы знаете вот я-то люблю экспромт конечно вот и он сказал что а да как получилось что оказывается а он был женат дважды уже вот первый брак у него распался 20 лет назад почему он не говорил осталась там дочка у него взрослая 20 лет назад или ну что-то очень давно короче назад сколько-то времени вот а тут получилось так интересно что он же ничего о себе то не рассказывает и вдруг как-то я помню лежим это мы койки знаете как обычно вот такие разговоры откровения приходят всегда у людей после близости но и лежим тут переплелились руками руки вот знаете любим вот так вот наверху переплетать не знаю почему ну а ты мы переплелись руками и я смотрю что у него вдруг я увидела я тоже такая что не иногда не не замечу вы знаете и вдруг я смотрю у него между пальцами вот здесь вот между пальцами татуировка у него так-то вообще-то на на руках татуировка на одной руке на 2 там все что-то по латыни написано я у него спрашивала он говорит бери переводи но там опять такие крючки и закорючки что еще при том у него тату вот здесь под датыльной стороне ну вот но и пока я как-то и не особо я говорю чудо наверно про жизнь он говорит ну да там изречение вот и я ни к чему ладно красивой пусть тату и тату а тут смотрю у него между пальцами написано дата апрель 2014 год представляете я говорю а чё это у тебя 2014 это что за такое за дата у тебя тут на пальце он так сразу знаете закрыл закрыл палец да ладно ничего ничего я грунение не ну-ка поподробнее у тебя вроде в январе день рождения он же козерог у него 14 января день рождения не подходим друг другу совершенно с какой стороны не возьми а я спрашиваю ну-ка чё-то такое за за 14 год чё-то за апрель не помню какая-то там дата а он говорит так это день моей свадьбы я говорю ничего себе это ты в 14 году женился так недавно представляете я говорю чего ну и он тут разоткровенничался говорит что вот так долго был один и в конце концов нашел вот женщину эту и англичанка двое детей у нее и она его моложе на 12 как-то что ли лет и он говорит я настолько был рад и счастлив и мы тут вместе ездили и куда-то в испанию ездили детей он тут ее два мальчика у нее он тут решил вроде бы как с детьми даже заниматься и вроде своих детей нету чтобы понимать чужих детей в общем был рад и всем всем этим и в конце концов он сказал что всего лишь навсего прошло не прошло и два года как я ушел я гра что случилось то почему ты ушел он говорит понимаешь ли оказалось но у нее там как я тоже вам рассказывала много раз что она же разведенная двое детей у нее осталось от первого мужа и так как двое детей то естественно ей осталось все и деньги остались с общих счетов и остался дом огромный ну и огромный но хороший дом большой отдельно стоящий садом большой очень дом как он сказал что и получилось что он то с первой женой когда развелся у него то тоже там как бы ничего и не было он квартиру снимал как большинство разведенных мужчин в англии и когда вот эта любовь морковь и он к ней естественно переехал по общему согласию он переехал и поженились но и где были ее мозги как говорится что она и потом ему стало предъявлять претензии что он как бы пришел на все готовое и что он должен тут теперь работать все должен делать а он вот типа опять там короче в общем как он сказал что она меня упрекнула что я пришел к ней в дом с пустыми руками в общем не я ей стало это не нравится представляете как интересно и он ушел и он настолько был этим опять раз вот это у него сейчас сиппорот тоже развод еще не оформлен но там делить нечего он как пришел к ней с чемоданом так и ушел с чемоданом потому что мартин мой николаша не двораша в этом плане мне тут мои многие мне мои многие тут русскоязычные друзья я то сейчас перешла общаться с русскоязычными поэтому меня и английский стал назад ползти потому что мало разговоров с англичанами вот и как бы так что говорила опять мысль потеряла но и мне мои русские русскоязычные друзья все говорят боже да ты что галина да брось ты его зачем он тебе нужен он такой вот надо искать другого надо искать чтобы человек что-то было у него я говорю да ну господи зачем это я не надо мне этого мне надо чтобы человек был рядом хороший я не знаю может быть я не права в этом плане но не хочу я эту меркантильность опять и потом неизвестно даже если у человека есть дом понимаете и все остальное что прям будете вы вы уверены в том что это вам останется да нифига подобного так вот это тоже вот женщины многие мне пишут которые здесь живут и расстраиваются и переживают и говорят ситуация такая же как у вас потому что тоже вот дети у него от первого брака у моего мужа дети и мы поженились а теперь я вот не знаю что будет если вдруг не дай бог он умрет раньше меня и меня его дети выгонят из дома так друзья и будет я вас практически в общем я уверена на 99 процентов что так и будет выставят вас дети и тут уже тоже многие говорят ой да правильно да что а там то все привет да славаня если там вот третились смотрите это моя вот знакомая а это вот степани семь лет уже ребенку ты в англии родилась почти 8 до взрослой вы его дон и не 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 я и пропали в а у нее береги ровно на украине а урдя как года марна работа уже переехали куда 5 переехали но он Мы же купили. Что купили? Я понятия не имею. Квартиру купили. Ты куда-то опять делаешь? Ты все то появляешься, то пропадаешь. В райде. На соседней улице. Купили? Да, купили. Купили квартиру. Ну, ты с этим своим товарищем, да? Да, с этим. Нравится он тебе? Ну, терпимо. Все в порядке. Все такие? Они все одинаковые. Опять? Они все абсолютно одинаковые. Просто этот уже приручен. Ну да, сколько вы уже вместе? Судя по тому, что Стеша почти восемь, вы, наверное, уже лет десять? Да, десять лет уже, так. Ну, конечно. А где ты работаешь, ты говоришь? Кэр. В Картфе. Ничего? Нравится? Сколько получаешь? Да, неплохо. Ну, по-разному. Чуть больше тысячи. Месяц? Да, у меня дом, работа. Тоже частичная занятость, да? Да, могу выбирать часы. Часы могу выбирать, да. То есть ты там ночью можешь, да? Нет, нет. Только дни. Ночью я не беру ночи, только дни, да. Только дни. Куда мне ночью? Ну, только в школу собрать, спать положить. Понятно. Так вы в бассейн? Мы в бассейн, да. Ай, молодцы. Ну, давайте. Так, ну вот, друзья, как обычно, понимаете, вот я начинаю вам снимать видео, встречаю своих друзей. Вот видите, друзья у меня какие? Друзья у меня русскоговорящие. Вот из Одессы женщина, девочка Стеша родилась здесь. Ну, вот вы слышали, я включила камеру ненадолго, хотя не очень-то она этого хочет. Вот Каррест Хом опять работает. Ну, это все, что я вам рассказывала. Друзья, все, я потеряла мысль, потому что мы разговаривали больше полчаса. Она сказала, она торопится, она бежит в бассейн с девочкой, но я извиняюсь. Ай, зацепились языками. Вот, поэтому сейчас приду домой, пересмотрю, на чем я остановилась, и вам продолжу, наверное, в другом уже видео свой рассказ, потому что я сбилась с мысли, вы же понимаете, абсолютно. Но думаю, что вам было так же интересно. Вот такие вот случайные встречи, думаю, что вы услышали, хоть у меня и в петличке, я даже забыла микрофон Людмиле подкрунуть. Женщину зовут Люда, я что-то же говорю, что прям растерялась. А я тем более сую свою камеру, не все это любят, не все это хотят. Это одно дело, я про себя рассказываю, что я уже привыкла так с вами делиться, а люди не хотят. Вот, ну вот, одесситка из Одессы, она тут была много раз на грани развода, хотела уехать, хотела развестись. Он ей ребенка не отдавал, сказал, ты, пожалуйста, вали куда хочешь, а ребенок останется со мной. Ну, а сейчас, видите, 10 лет прожили, говорит, да ничего, других нету, лучше нету. Ну, все, друзья, пошла я, потом дорасскажу про Мартина, всего вам доброго, пишите, ставьте лайки, не забывайте, пока. Субтитры сделал DimaTorzok